Подожди, а я куда-то пишу, а куда я нючку имаю? А он прям нажался, он необычно спрашивает, в облако или в это самое? Ну, тут вроде нарисовано облако, наверное, он в облако и пишет. А ты куда включаешь облако? В облако, я всегда это сюда. Значит, тогда у нас так, Вава Мудбет. Подожди, а у тебя совсем не было парклораций. Потому что я отчасти читал, мы так довольно быстро. Вава Мудбет. Значит, я сейчас переучу, а вот ты не слушал, случайно, записи? Простите, а можно просто сказать цифру страницы? В странице в Сензальце? Не, не в Сензальце. В Сензальце. Ой, не слышно. 6b. А, все, спасибо. Значит, в начале страницы Субья, я сейчас ее переучим, а потом двинемся дальше. Это была довольно трудная Субья, я ее сам до сих пор до конца не понял. И мы немножко торопились закончить. Так что мы сейчас ее переучим. Значит, то, что в Сензальце обозначен Субья Алим, да? Амаро. Амаро, да. Амаро? Возможно, возникает путаница. А это важно, потому что, как бы, ну, в Солмоде часто важно, кто говорит, кто путаница. Вот. Поэтому, поэтому раба я произношу как раба, а раба я произношу обычно как в Ашкинозисе, как в Рова. Все просто для того, чтобы их легче отличать. Рава и раба. Да, они их звали одинаковые, естественно. Их звали, как всех, как половину вилонян, звали Аба. Вот. Половину вилонских мудрецов звали Аба. Я думаю, для вас уже не могу. Я уже говорил. Вот. Поэтому у них все прозвище Рава или Рава или Раба. Или что-нибудь из того. Сокращение от Рабе Аба. Раба Аба. Раба на полпоколение старше Равы. Ровы. Да. Раба, дядя, и воспитатель, учитель Абаги, современника Роба, напарника. Ну вот, я сейчас сам прочту, а дальше я ангел, или даже шмулю, сам почитаю. Так вот, сейчас всех не будет, я шмулю, вот давайте. Не ладно, возьмем, возьмем. Омарова. Киван Шаврова лавшло шара галим, быхоль ём вы ём ухэр бы байдахэ. Мы всё время всю дорогу изучаем ту же самую подругу. Насчёт опоздания, да, уплаты всяких обетов вовремя и опоздания. Основная мейнстримная идея, что должны пройти три праздника. Что человеку даётся три праздника на выплату этих всяких своих обещаний, обязательств, доход всяких. Ну, короче, всё-всего вот это вот. Основная идея, а знания? Нет, ну, это мейнстрим. Танакама, да, только анонимное мнение считается более авторитетным. Поэтому мы каждый раз исходим, изначально исходим, потому что оно правильно. А остальных мы привлекаем, если нам нужно объяснить какие-то другие. Понятно, что по Раби Мейеру это будет один праздник. А по Ракшиману это будет три праздника в Ченестоис. Ну, а по кому-то там ещё уже не помню кому. Это будет два праздника. Ну, неважно. Изначально, когда Арам и Раим обсуждают эту исходную кайту, изначально за мейнстримные, так сказать, мнения, они берут мнение Танакама. Он говорит, что когда прошло три праздника, каждый день будет считаться нарушением запрета. Запрет на опоздательный. Дальше счётчик тикает, его поставили на счётчик. Каждый день, когда он не приносит вот этого, он считается опоздавшим по новой. И если бы мы во времена Равы, во-первых, не было храма, ничего принести бы никогда нельзя. Митзвотлу и Адвардс тоже не соблюдались, потому что он уже в Итрае. И идея эпохи по суду, насколько я понимаю, тоже уже несколько вышло. В разные эпохи подсудность была разной. Как известно, мы учили это в Сан-Видрини, когда учили. Что Денейна и Фаршот не судились ещё со времен храма, ещё со времен Римляне завлетели передавать реальные праздники. Но вот где-то между судом и разрушением храма это вышло из употребления. Это говорится об этом, что Сан-Видрини переехал с храмовой коры из штата Газит, а только в штата Газит можно было утверждать мирные договоры. Ну, как-то так вот, нет, там получилось так, что наоборот, что как бы Римляне изобретили судить Денейна на Фаршот и как бы реально приводить договоры в исполнении. Тогда они переехали у нас. Ну, типа того, да, да, вроде того. Мне кажется, что такой был расклад. Потом постепенно стали выходить из моды и другие, как бы, вещи. Известно, что, в принципе, никаких реальных проблем, прямо сейчас, восстановить как бы суды, которые пурят людей к лицами, вообще нет. Ну, есть небольшая, да, вот Сан-Видрини так бывает, но, да, потому что все эти суды действуют под, как бы, с Римлянским Сан-Видрини. Есть небольшая, маленькая, в сути, с управлением ерунда, на самом деле. И, на самом деле, это не создать, как бы, на самом деле, что там. Те, 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 те. Ну, вот. Но постепенно стали выходить из моды и вот эти вещи. И суды, в сущности, сократились до судов Динамо Моно. То есть, трех человек или, там, квалифицированного судьи, или что-то типа того, которые приговаривали в основном к штрафу. Дальше все зависит от того, насколько, как бы, община, община самостоятельно и дееспособна. В иных местах в Европе вполне приговаривали их колонки. Это такая фенка. В некоторых общинах, в Польше, по-моему, вполне себе схванили, когда идут колонки, где-то на обоих. Потому что преступника там закловывали, там, на дереве, он другой. Да. 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 В иных местах, что каждый пень... Что значит, что он все равно по-новому защитствует адвокат? То есть, ломбопадку, из-за того, не увеличивается? Увеличивается. То есть, не увеличивается, конечно. Увеличивается. Он не увеличивается. Более того, я... Что парит с сущностью Рава? Да? Что, если бы все функционировало так, как полагается, был бы храм, был бы замедрин, были бы супереспособные в город. Вот это все. Это мой адрес. Он висит тут три месяца с тех пор, как мы здесь в последние разы были. Вот. Наверняка. Вот. Так вот. И если бы все работало так полагается, то его каждый день бы пороли 39 плетей. Каждый день. Лишний раз. И мы выписали 39 плетей. А что такое? Что-то верба бальта с... В... В... Верб лава, это значит, что... Стандартное лава, это порта. Ага. Каждый более. Каждый более день. Вот вечером. И вот, он приводит, а еще один раз там приходит Он говорит, приходит судебный исполнитель, говорит, ну что, ты уже наконец принёшь? А он говорит, ты понимаешь, как-то закрутился, вот все дела. Ну хорошо, пожалуйста, принес. А у него, значит, уже это, я тебе говорю, это жопа. Практически бронировано, потому что это уже не первая вещь. Он практически же ничего не чувствует. Но, как бы, все равно обидно. Рова говорит так, именно потому что он безответственный. Рова безответственный. Потому что суды не функционируют, никого храма нет. Никто никого пороть не будет, реально. Он имеет в виду, вот ровно то, что я сказал, что если бы все было в идеальном, если бы мы жили в идеальном мире, царь, храм, санведрин, то его бы пороли. А что сейчас, ну сейчас, наверное, там где-то на небесном суде, там, ну, очередь, у нас отмечают галочку в это самое. Когда будут взвешивать, там, потом, в конце времени, там, наверное, все это как-то там было. Потому что это и есть новелла Рова, как бы, да, что, как бы, потому что каждый день ты по-новому... Анька, ну вот, давайте приведу пример просто из бытовой жизни. Мысль интересная, мысль интересная. До этого мы дойдем, дойдем немножко позже, когда будем обсуждать вопрос о суде, да, в следующей мишне. Будет как раз это, 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 это тоже будет озвучиваться, да. Какой участок, но это судо. Вообще. А почему, а почему, а почему брошена? А, ну, да, но я не знаю, что это рова. Так вот. Рова есть, или, ну, смотри, давай, давай посмотрим на... Попробуем к того уровня, это понятно. Пытается, пытается. У меня это еще странно как-то отражается. Где у меня ревью? Что ты делаешь? Я не могу понять, где у меня... Вот смотри, как это получается. Ты даешь некоторые обязательства. Вот мне, например. Например, выяснить, как взялась бакон ищется. Например, да? Там бумага. Ты выполнила, да, быстро. Но представь себе, что ты бы этого не выполнила. И тянула бы с этим и тянула. Понятно, что есть некоторый дедлайн. Вот этот четверг был очевидным дедлайном. Потому что, если ты до этого внедрила, то мы не смогли бы здесь встретить. Теперь, что дальше? Вот мы этот дедлайн прошли. Что дальше? Ты уже виновата. Уже высыпаешь голову в веку. Уже чувствуешь себя очень неприятно. Но дальше каждый день я буду тебе звонить. Ну, как нравится? И не раз в час за месяц. И не раз в месяц. И ты не брошешь это. А каждый день. Ну, или я постесняюсь. Но ты каждый день просыпаешь, ты там засыпаешь. Будешь по-новому чувствовать, что ты не права. Правильно? Это то, что здесь фиксирует робот. С одной стороны. С одной стороны. Он как бы хочет вот всех вот этих вот недисциплинированных уродов, которые как бы в срок ничего не делают, куда гнать? Ты один раз уже провинился, да? Ты как бы сделал нехорошо. Ты не заплатил вовремя. Обязанность у тебя остается. Да? Как заставить его уже с черной меткой, как бы, все равно платить это делать? Когда-нибудь хотя бы. Он говорит. Единственная возможность. Это приходить человек каждый день. Говорить ему. Ты урод. Ну, поскольку у нас нет сегодня возможности его выбора, все извиняюсь. Если бы была возможность выбора, то бы ему было пароль. Но, ну, хотя бы, мы можем хотя бы, хотя бы, хотя бы, в Талмуде, на полный. Каждый день. Ты сам говоришь, хотя бы сам себе говоришь. Ты урод. Понимаешь? Ну, как-то так это работает. Я не уверен, если не получить. Оставлюсь, да. Оставлюсь, да. Оставлюсь. Несомненно, да. Я не спою. Это проблематичное, на самом деле, доявление. Да? Да. Например, да. Нет. Это не очевидное и проблематичное высказывание, да. А в Талмуде не бывает очевидных и непроблематичных. Потому что на них тоже ставятся, ставятся кушья, которые называются пши. Да? Как только ты высказываешь очевидное и непроблематичное высказывание, ты подвергаешься, как бы, опасности того, что сосед тебе скажет пши-то. И тебе придется оправдывать, что оно на самом-то деле проблематично. А вовсе никакой подобный. Ну, так Талмуд работает, что я сделал. Ну, за это мы его и любим, мне кажется. Ну, даже не в нем, в смысле. Я вот лично, просто вот лично за это, конечно. Вот. Да. Кивон, а в рову, а слушали галинингу. Польем, мыем. Повыр, бобаль, да. Мы цивые, на это же возражают. Люди брать. Ихат бахор, ихат коля кудашим. Иван шавру алегем шана, баду рогали. Рогали им баду шана. Увер, баду астер. На это ему возражают брать. Истусев тарахин. Что, как бахор, первенец, так и все остальные жертвы, которые, ну, были обещаны отсюда в принесении. Когда над ними прошли годы, но не три праздника. Три праздника, но не цельный год. Считается, что он приступил... Опоздал, да. Ну, в смысле, да. Приступил заповедь не опаздывать. Хороший вопрос. Давайте посмотрим, что это значит. Мы... Подожди. Он говорит лекам и мифаш. Лекам и мифаш. А то дальше будет разбираться в следующей сумме. Это вот ты будешь читать. Как это как-то работает, да. Потому что, действительно, казалось бы, странно. Что такое Рогалим баду шана, мы более-менее не понимаем, да. Ну, вот, как бы, он дал об этом непосредственно перед Песеком. Прошел Песек, что вот, вот, всего полгода. А, в общем, не год, да. Это более-менее понятно. Но как умеет проходить целый год без трех праздников, это я пока не до конца... Никто до конца пока не понимает. Это будет разборка в следующей сумме. Не понял твою идею совершенно. Типа календарный год от Роша Шана до Роша Шана. Да, но тогда это будет важно для того, кто... Для того, кто говорит Рогалим Кассидран, да. Что праздники должны пройти в определенном порядке. В прессах шивот, суббот. Но не суббот, там прессах шивот. Это будет... Все это будет обсуждаться в следующей сумме. Давайте не торопиться. Давайте хотя бы поймем, хотя бы, что здесь на это место. Потому что с детьми, он говорит... Вы жаи маи ти юфты, говорит. Он говорит... И как это меня вообще, как бы, трясет. Да. Оказалось, он никак не относится к высказыванию раба вообще. Да, он говорит... Вот прошел год. Ну, не важно. Год, праздник, не важно. Вот он... Вот он стал, как бы, нарушать этот батя Афьяр. Еще следует, что он... Делает это каждый день, или не каждый день, или как. Ничего не следует. Какая связь. Поэтому он говорит... Хаи маи ти юфты, говорит. А Акушьяр здесь ничего? Кушьяр здесь что? Как это прайка служит кушьей на раду? Амара Афгана. Мандурек Хамот и Шапир Хамот. Да, тот, кто... Ну, зажая, да, вот тот, кто делает этот кушьё, он правильно делает. Низди... Тана, Авара и Камихадар? Низди... Тана, Авара и Камихадар? Лидней, вехоряй, вехоряй, приемом барьба-балта ахер. Ах... Да, значит, он говорит, мы должны считать, говорит Ракана, да, если не считать, говорит Ракана, мы должны считать, что Брайта посвящена именно этой теме. Что Брайта освещает, всесторонне освещает, ну, видимо, поскольку мы говорим о том, что у нас уже есть Брайта, который говорит примерно то же самое, да, что как-то 33 праздника прошло, вот уже и опоздал, то это Брайта, говорит Ракана, говорит о как бы дополнительных главах. Да, и если бы они были, грубо говоря, он говорил, да, если бы ситуация обстояла так, что с каждым днем прибавлялся бы новое-новое нарушение, то это было бы оговорено Брайта. Вот примерно то, что здесь сказано. Но это довольно легко, как бы, это довольно легко литератико, да, это то, что они здесь делают. Вы, да. Тот, кто возражает, возражает правильно? По-любому, этот мудрец... Как бы, возвращается, проходит по новой, по лавре, в смысле, по новому, по добавлению этих, как бы, нарушений. Тут трудно понять, потому что язык немножко мудный, язык немножко мудный, потому что, потому что мысль не очень четкая. Да, реально, он не прав, на самом деле, на самом деле, прав тот, кто говорит «I might you». И привелся еще в левую Брайту, которая, в сущности, не относится к делу, а относится к тому, совершенно ведущему делу, когда наступает время опоздания. Она не говорит о том, сколько опозданий, ты, как бы, еще защитываешь все в течение дня. Да? А Рокан говорит «А, видите, она не говорит, раз она не говорит, значит, их нет». Ну, вот такая логика. А тот, кто отбивается, ну, Рова или тот, кто его защищает, говорит, просто вещь. Выдав. «Та на ли миг бы и была в каменаде? Была бы я тоже в каменаде». А тот говорит, Брайту, автор Брайту, хочет установить время наступления первого лавра. А про Прай дополнительные лавра он вообще ничего не говорит. И поэтому там ничего про них и не сказано. Да? Он, в принципе, это Прай не предназначено для того, что… Ведь как получается? Мудрецы… Вот, Анька, вот ты, как бы, когда сразу сказал, ну, как же каждый день-то это… Прай. А то наив, да, если они не додумались до этого расчета. Это и можно его по-новому видеть, например, потому что они были чуть более ответственны. Потому что они понимают, что плетки-то… Если сейчас еще не употреблялись, то у дедушку еще пароль. Да? Они еще вполне употреблялись. Поэтому это вполне может случиться. У Рова еще и там прадедушку не пароль. Да? Потому что дело в Вавилоне и… Кто там будет его пароль? Вот. Поэтому он выдает совершеннейшую новеллу. Он говорит, что… А-а-а… Вы опоздали. Значит, что каждый день будете еще раз опасны. Ребята разводят руками, говорят, как же так? У Татана имени ничего не написано. Вот. Ничего не написано. И это не значит, что этого нет. Это не значит, что это есть. Это не значит, что этого нет. Это то, что… Ну… 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 Не знаю, что… Я… Ну… Читайте как Плангера там. Я так понимаю, что там было довольно много евреев, которые… Ну, не то, что прям совсем ассимилировались, да. Но… Вот все вот эти вот заповеди, которые ты ознакомил. Ну… Ну, примерно, как у мусульманов хаджи. Только когда вас положено каждый год делать. Нет. Нет. Вот в том-то и дело. И разжить-то не все делают. Ну… Ну, с другому хаджи положено делать хаджи каждый год. И… Где эти все люди? В Арабии, наверное, там… Которые близко к Атмеке живут, они могут себя развивать. А… Люди… Ислам-то как… Так-так-так и рисовался, да. Он вокруг… Этой мейки и в Арабии был. А потом вдруг оказалось, что там был Вишка. Уже… Дальто кровью… И… 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 Кричат… Это самое… Алла и Алла… Да? И дивизия… А куда они в Низинку падают? У него с твоими там нет. Ну, так и… И у нас та же самая фигня. Это как бы… Изначальный еврейский народ… Это… Ну… Изначальный… Изначальный еврейский народ… Это… Путешествующие в густыне стада непонятно кого… С деревянным… Разборным… Шалашом… Посредине… Места храма. Очень легко. Все что угодно приносить в этот самый храм. Даже если намеку на то, что… Просто мясо нельзя поесть… Ни… Как бы… Ни… Да? Что мы видим сегодня? Сегодня мы видим совершенно… Другие там… Даже две тысячи лет назад… В две тысячи лет назад… Портел совершенно другой… Вот… А Вавилону уже… Должны быть и светлые… Как бы… Предстараюсь… Ну, понятно же, что… Не каждый бог… Преопикателем… Все ловилов… Евреи… Преопикателем… Это быть не может… И не по представителям одной семьи… Другой… И не три раза… Другой… Ну… Ну… Вот… Ээээ… Ну вот… Так что… А Испания… Да, еще дальше… Плохо таки… Вот… Ну… И ровно ему говорит… Этому испанскому еврею… Ну… Слава Богу… Храм уже… Слава Богу… Неуместно, да… В смысле… Храм уже разрушили… И… Испанскому еврею… К любому… Некуда это все относить… Вот… Но… Если бы этот… Испанский еврей… Как бы… Жил бы… Когда храм уже был… Вот тут… Ой… Он грозит… Значит… Пальчиком… Ты понимаешь… Да, что ты урод… Ну… Каждый день… Новый раз… Новый раз… Некоторым… Да… Тут… Действительно… Есть… Есть определенные… Как бы… Даже… Даже… И… Все… Все вот… Как это работает… К сожалению… Или нет… Все… Работает… Да… Ну чё… Ань, попробуем… ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вишвам это немножко сильнее, чем предполагает. Ну хорошо. Да, я просто помню, что на арамейском кой шахах обозначает Масад, вот и все, немцет, такое бывает, нет, это штука, которая бывает, бывает, находится, можно обнаружить. Да, так не бывает, как бы прошел круглый календарный год, а трех праздников в нем почему-то не нашлось, так не бывает, а как-то бывает, да. Как думаешь? Угу, отлично. Да, потому что, как мы понимаем, доступ к умницам не видит, но, как мы понимаем, вот у нас тест, да, дальше шуму, вот шуму. Если я дал адрес где-нибудь вот тут, а мы идем по Раби Шимону, который требует, чтобы они вышли по порядку, то у меня проходят год, а год досюда, год опять досюда, да. Но трех праздников подряд не было, потому что мы начинаем отсюда, с кассидрана-то да, кассидрана-то в правильном порядке, значит, тысячу. Да, с этого мы иначе, об этом ведь, это так оно цепляется к нашей мишне, что такое Роша Шанале Рогалин, да, помните мишну, к которой мы все это делаем? Что значит Роша Шанале Рогалин, да, это вот и значит. И это только про Раби Шимону, а больше ни по кому. Потому что больше никто не требует Рогалин кассидрану. Чего же Рогалин кассидрану? Вот. Ну, да, так далее, и тогда начинается расчет кассидрану, которую мы сами, это понятно. А, и в этом случае? В этом случае мы говорим о Роша Шанале Рогалин, а в никаком другом случае нам нет смысла говорить про Роша Шанале Рогалин. А, то есть в этом случае может пройти год и не быть трех праздников? Так, а Маша пытается что-то сказать. Да, это так? Машка. Мири. Хорошо. Да. У меня все-таки все, я-то вылетела. Что-то надо наладить. Ты говоришь, у тебя плохо слышно, реально? Нет, просто я говорю, что до того вообще все. Я просто еду, наконец, в автобус. Я понял. 40 минут не было. Но я уже не успеваю. Не важно. Вы потом приходите на мою выставку в Бабель. Ну, я не знаю, как у меня оболочек. У меня 4 тысячи человек. Хорошо. Давайте, давайте сразу же. Значит, у них ле-мада и для кассидрана. Мишка. Хорошо до того, у кого праздник должен следовать в порядке. Тогда понятно, как это работает. Эла, ле-мада ле-ть для кассидрана. Я их и мишка. Но для того, у кого праздник не должен идти в порядке, а идут в порядке. Где это, где это? Где такое бывает? Где такое? Где этот год без праздника? Где такое? Здесь нам надо рады, и что подплатят шама, люди, деками, шама, дюма. Правильно, они скрочны от шиши, как они мешали, дюминья, дюминьям, ахама. Сейчас, 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 давай поймем, почему это. Да. Уже отвечает, что не хватает шишиного кассидрана, что это хорошо для... Да, 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 да. Это не то, а вот такая ситуация происходит... Может произойти, может произойти за сколько-то в год. Я все еще не понимаю, как нам не заходят в год здесь поможет. Может быть, если мне сейчас... Сейчас, давай разберемся, в чем что-то отравится. Сейчас попробуем, да. Да, 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 да. Это как разумеется относится к выгуку проданного дома внутри огороженного земли города. Здесь ваекраток этот центр. Каким образом недвижимость закрепляется за владельцами, да? Ну, мы знаем, что в идеале, если бы мы живем совсем в мире, то каждому из нас, ну, не для исключения, возможно, вашего покорного, у других, у которых нет еврейского отца, но у каждого, у которого есть еврейский отец, у него был бы небольшой, но свой свой участок земли, как в нужном колене, в нужном, в нужном месте, и там, где так далее. Он не отчуждаем, в принципе, он имеет возможность только быть продан времен, во временную продажу, а потом он возвращается. Немножко другой закон про долг, это тоже недвижимость, но она отчуждаемая, в принципе. Да, и если у нас есть дом, по дорожной стеной фории, то можно его продать, но в течение фории можешь выкупать, а есть право выкупа его, за кузову, за кузову. Ну, там, забавление, пятая часть. Вот. Значит, теперь, встает на руках, а что такое фории? Вот. Об этом, собственно, и брать. Давай переводим. По счету дней солнечного года, да. По счету дней солнечного года, да. Ну, да, то есть, как бы, ты знаешь, вот у тебя сегодня был 13-й Несан, значит, и тогда должно быть 13-й Несан. Нет, месяц, я сказал, еврейский месяц. Конечно, помню. А никакого другого определения месяца нет. Не, не, я говорю, это значит, что от даты к дате. То есть, когда сегодня 13-й Несан, 12-го Несан, и какая срок выкупа, то там. Но, если год высоко, то что? Не добрая урок, да, то ему, этот, этого, ему добавляется еще один месяц на выкуп. То есть, именно, что с 12-го Несана входит по 12-й Несан. Если там в промежутке будет два, да, ну и хорошо, и две, он только выиграет. То есть, в остальных случаях он проигрывает отношения к кораблю, понимаете, да? То есть, в среднем они примерно равны, да, в среднем это и другая авиатория. Но в каждом конкретном случае он не проигрывает, либо выигрывает. Да, выигрывает, когда год весна после, он проигрывает, когда год обычный. Вот обычный, лунный год, короче, солдат. Один день. Так? Поэтому оттуда берется потребность в Ибуле, да, в... А это у него все жестко. 3065 дней, календарных, смотрим на бойский календарь, по бойскому битвариуме. Да? Да. И в Ивейском месте мы вообще не имеем никакого отношения, считаем. Один, два, три, четыре, пять, 3065. Во-первых, это происходило в Бавилоне. Во-вторых, там мы прекрасно... Вот так и считаем. Раз, два, три, четыре. Тысяча, счастья. Все. Сынамария, да. Все, 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 давай попробуем, как это для Раби работает. Что такое Шанаблорогалим? Вы имеете наоборот? Что же свящает? А вот предположим, что ты... Вот у тебя праздник Песса, да? Вот он как-то закончился, буквально последний день праздника Песса. Моцарь Песса, ты посвящаешь не только животное в жертву. Когда пройдет год Парады? Если год високосный, где-то он действует. Правильно. Год високосный, он длиннее, чем в 1060, чем в Солнечном. Понимаешь? Високосный год, где два, да, длиннее, чем в Солнечном годе. Почему тогда високосный год високосный? Именно поэтому, потому что он считает раз, два, три. И это выглядит где-то в середине Адаршини. В конце Адаршини, понимаете? Где-то в конце Адаршини. Потому что что? Шана малья аргалим лоу малу. Что? Рисуем. Рисуем. Вот год. Вот год. Понятно, да? Вот год. Вот здесь ушло, вот здесь вот тут же пункт, правильно? Вот тут я посещаю, да? Следующий пункт, за пост, ну ты и нас тут, это примерно 386, да? Я считываю отсюда, 365 дней. Роман, э-э-э! Получилось, что у меня в том, не понимая, что у меня есть. Получилось, что это пункт. Вот здесь первые места. Вот где это пункт, у меня есть пункт. А праздник это, праздник Харсовского класса? Вот, вот. А праздник решили праздник. А где ты считаешь, это шкатайки? Да, конечно, праздник, праздник. А еще тут не сейчас говорится. Потому что мы говорим, что, как может быть устроен Шанабе Лорогали, да? Что такое год, в котором нет трех праздников? Он говорит, посчитать ради этого, в солнечный год, в високосный еврейский год. Тогда может пройти солнечный год, в котором не будет, не будет трех праздников. Это лежит вот так. Значит... ... 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 Когда наступил, когда пришел мета Шильгей Адар Бакра, конец второго Адара, конец последнего Адара и следующего Адара, год исполнился, восполнился, а праздники не восполнился. Вот так бывает, что она была Адара. Да-да-да. Да. Да. Который с полю сраби. Это не хорошо, но это не так для Бананда? Бананда, им не важно, это високосный год или не високосный. Год. Вот у тебя 13-го, 17-го, не знаю, или какого Ниссана, 23-го Ниссана, ты обещал, 23-го Ниссана, ты должен как бы его заплатить. И не важно високосный серийный год или не високосный. И тогда не получается, что трех праздников не пройдет, она обязательно пройдет. Одно и то же число по еврейскому кандалю, оно и есть одно и то же, никак иначе не бывает. Да. 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 Оукс. Да. 5-го числа. Это не связано и со счетом Оммера, и со счетом Оммера это связано, ну, это всегда связано, это связано и со счетом Оммера, это связано с того, каким не учится у него в середине. Не считает? Нет. Мы сейчас не берем светлые идеи Судуки, которые предлагали считать Оммер Судуги. Мы не берем светлые идеи Судуки, потому что Судуки, со словом, был раздомлен задолго до того. Мы берем совсем другие идеи, а другие идеи заключаются в том, что месяц-то мы. На самом деле, я призываю вспомнить, и это будет важно для нас, по крайней мере, всю первую часть проекта. У нас нету календаря, нету бумажного календаря, который висит на стенке. У нас есть свидетели молодой Луны, вот как я вчера видел, молодой, да? Вот такие, которые приходят в суд. Это свидетельство, что я видел. И тогда они освещают этот месяц. Ну, а не до Судуга находят. Да, тогда Суду освещают этот месяц. А нет, нету. Об этом мы сейчас ищем. Давай посмотрим. Чтобы вместе мы будем иметь разную продолжительность. То есть, он просто, потому что, на самом деле, сначала, если вам, дальше, может быть раньше, чем мы привыкли. Или позже, чем мы привыкли. Да, да. Сейчас, допустим. И дальше, и дальше. Чего, мы падаем всегда на 50-й день в ВТФС. Ну, это зависит от того, сколько месяцев мы ужмем в это в эти 50-й день. Сколько частей месяцев? Соединенных месяцев столько же. Но сколько частей и месяцев? Вот сейчас же они будут говорить об этом. Давай прочтем просто. Давай просто прочтем. Тут же все написано. Как это бывает, да? Как яйца? Да. И именно с того, что разные числа. Как это может быть? А как это реализуется? Да. Оба. Да. Ниссан и Ярд. Да. Ну, еще. Вот на той же картиночке. Вот между зубовлетиками у нас открытие у нас в ВТФС. А это у нас акцент России. Здесь у нас 50-й. Да. 50-й. 50-й всегда. У меня ничего не заинтересовало. У меня механические, аллумантические. Ярд, где ты, кто-то пересчитал. У кого-то. У кого-то. У меня не заинтересовало. А вот. Да ну, 50-й. А раз, два, и еще 50-й, правильно? Вопрос, сколько, или это сколько здесь месяц. Да. Если вот это у нас не сам, да? Это у нас не сам. Да? Он когда-то закончится. Да? Вопрос когда? Если он маленький, то он на 5-6-6-6-2, это он на сэр, он на 20 грамм. Дальше я пошел, но если я, то он тоже может быть маленький или на сэр. И тогда, если они оба влезли, то они запомнят Бог, то он поменялся, а если получается 5-2, если один, наверное, влезли, то получается 6-2. А если ооо, они не сэр, то там это больше, примерно, сэр, у него будет. Сейчас я думаю, что это 20-ая, если не признать, то я сейчас 20-ая. Нет, если не ХСР, тогда здесь остается больше места. Всего? Если они меньше, то всего они не, я говорю, больше. Всего должно быть. Всего должно быть. Ну, это самое по себе интересно, потому что год может выпадать по совершенно разному. Да. Ну, ты уже не знал, да. Шестой. И даже если не ХРОШИ, то это не ХРОШИ, то это не ХРОШИ. Когда… Но МАШИ, что ли? Да, МАШИ, что ли? Да, МАШИ, что ли? Не ХРОШИ. А вдруг оказывается, что все это чушь. И что шестое, РОШОМ не обязательно быть. Ну, сейчас, по-моему, оказывается, что только обязательно. Ну, все, спасибо, я уже и понял, спасибо. Ну, нам, я думаю, остальное мне просто не позволит это случиться. Вот это самое говорит. А, ну, и тогда получается, что? Получается, что если я даю ответ, как же, шестого числа, да, после истечения правительства чего-то, у меня был пятый год. Я даю ответ шестого числа. А на следующий год чего-то случается СНО. И тогда это означает, что у меня как-то всего глоталь. Видите? Вот это вот самое про, 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 про церк. Помимо Камеша, помимо Сса, помимо Сса, помимо Сса, помимо Сева. Вот, пожалуйста. Скидетан и РОШМАЙ. Вы что смотрите. Да, это из-за его сообщения. Уман Тана де Таре Галейдера в Шмай. А кто тот мудрец, который спорит с Равом Шмаем? Нет, это не совсем так. Ахирим – это метка определенного, то ли определенного мудреца, то ли определенной группы мудрецов. Есть известный бра – это про то, что Ахирим назначили Рава Натана в наказание. Что ими не будет выбраться, а будет выбраться о Хирим. Есть такая бра, что они как-то пытались подловить, по-моему, Рабьеву Танаси, или, почему Раби Мин, наверное, Раби Мир и Раби Натан. Говорились обыдворить, как бы он их обошел под вот этой честью. Они решили выучить очень трудные простаты, из протоорона, какие-то очевидные форматы, протоороны, и давать ему лапы на другие дни. Но ему сказали, что он узнал, что они это сделали, и выучил это тогда. И в наказание одного назначил Ешу Мри, по-моему, а второго Ахирим. Потом в какой-то момент наказание было смертно. Имеется в виду некая группа мудрецов, которая называется Ахирим Мри. Мудрец или группа мудрецов называется Ахирим Мри. Не потому что в другой брать, они говорят вот что. По-моему, да. Да, они считают, что в еврейском лунном годе стандартное число. И это правда, кстати. Совершеннейшая астрономическая правда. Ну, вот, короче, с такого вот изобрели бы не можно. На самом деле, к чему мы отмечаем, что в воскресенье та шестого? То есть, на самом деле, такого не можно. Да, не могут быть астрономическими просто соображениями. Да, они должны быть так отмажаем, так хасэ. Ну, луна так обращается вокруг, блин, земли, что вот так вот, блин, получается. Понимаешь? Это, по-моему, об этом довольно пространно. Я когда-то переводил. Смотрите там. Угу. 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 Четыре дня в неделю. Что тут д snel раз четырёх? Четыре дня в неделю, да? Сейчас. Смотрите. Дай посмотрим. Уритрица моя подскажет не это, а… Нет, это не на равном месте для удобства счета просто. Понимаешь, у тебя всегда и фреш будет как бы... Ну да, грубо говоря, остаток отделения насиль... Так, ребят, никто математики не учил, да, совсем? Остаток отделения насиль, числа дней стандартного лунного кода, в том случае четыре, а високосного пять. Значит, стандартам в новом году всегда одно и полчаса. Это понятно, да? Это понятно, что я сейчас сказал? Да? Ну, видишь, я время от времени как-то от кого-нибудь из сыновей пытаюсь отменить, но они не забываются до конца. Детей у меня много, и они с большими разбросами. Поэтому как я не успел забыть одного, потому что когда уже нужно убить опять другого. Вот. И поэтому я все-таки не забыл, как-то часть искусства так уж культовых и власти. Вот. Ну, я вот... Вот мамы клянулись, как же? Что если большие числа, это одинаковые остатки для нас, то они, ну, одинаковые, если... Ну, понятно. Или же встречаются на семи... На семи... Или диктатами с семи... Да. Ну, понятно, что мы не можем растянуть год настолько, или с ужасностью настолько, чтобы от предыдущего один и тот же дни високосного года отличаться на целых семь... ...дней. Не бывает вред, да? Ну, это и астрономически, как угодно. Да, так не бывает. Да, просто не бывает. Вот поверьте мне, опять-то, мамы клянули. Вот. Вот. Поэтому, если они говорят, остатки для нас и на одинаковые, то это значит, что они просто одинаковые. Это просто их способ. Они не умеют. Они тоже не умеют в будущем называть. И даже примитивные называть, как они тоже имеют в голову. Вот. Много там есть примеров. Они были очень интересны. Я помню, моему старшему сыну, когда он учился в следующей матч-школе, приходил специально человек, читал лекции. Такого вылечного фильма. Потому что там... Ну, там известная... Есть известная задачка «Проделешь наследство». Вот. В Кубу. В Кубу. Там... А там просто получается по тому, что написано, что нет, они целых числа не получают. Там они не сто процентов, в конце концов, не получают. Там сразуются дроби, и, ну, знаете, получается, у них все длинные. Ну, короче... В общем, с математикой у них было немножко напряженное отношение, поэтому с математической карминологией у них тоже совсем плохо. Поэтому они не знают, что это остаток от длинных, 17. В смысле, они не знают, они не могут сказать, что одинаковые числа. они могут сказать, вот по дням недели вот так. А то есть они вот по дням недели и с этого? И с этого мы сделаем вывод, что неделя тоже автоматическая, она 150 дней. Она вообще ни от чего не зависит. Ни от фазы Луны, ни от чего. Да? 7 дней тупо отмеряешь, а всего один суббот. Все. Вот не так. Вот. Она жесткая, константа. Да? В отличие от числа дней в месяц, и числа, даже можно числа дней в году, число дней в неделю точно константа. Константы все понимают? Слава. Вот. Значит... Поэтому им удобно брать это, брать это число для того, чтобы мерить разнообразную штучку. Ну... Короче, есть, пожалуйста. Может, сейчас разочарую, я пытался, наоборот, понять, но когда идет високосный год, ну, это же некоторое искусственное, как бы, вот, увеличение месяца. Луна-то как вертелась, и она всегда одинаково вертится. Да, Луна-то как вертелась, но это же не важно. Важно, сколько этих лун приходит, сколько этих... Сколько дней приходится на 12-13 оборотов Луны? Одно и то же количество каждый раз или нет? Это вопрос, который они выясняют. Поэтому... Это еще, кстати, не так как. Это может означать, что первые половины года у нас все подошли мы им, а вторые половины все подошли мы им. Нет, конечно, нет. Конечно, так не бывает. Нормальная Луна... Это какая-то сумасшедшая Луна подошла. Нормальная Луна вертится равномерно, блин. Да, у нее, как бы, определенный период онородного трех земли, и то, что мы замечаем ее фазы в разные... Да, ну, то, что месяцы могут быть не одинаковые, просто, знаете, что мы замечаем ее фазы в разные дни, да? Но больше одного дня, во-первых, там не может быть равномерно. Но это известно. Если двадцать девятый... Если тридцатый день не объявляют... Не объявляют Рош Холлесом, то тридцать день уже объявляют семья. Да. Вот, как бы... Во-первых, во-вторых... Да, а восьмой никогда. Да, то есть, если кому-то померещится, что он видел молодой месяц в посередине месяца, его не слушают. Просто суд не откроют для того, чтобы его... Да? Этот суд принимает... Принимает связь только ровно один день. Ровно один день. Вот. Ночью после двадцать девятого часа. Вот. Ну, если утром, после ночи, после двадцать девятого часа. А дальше уже либо первое часа, либо тридцатое. Поверьте. Вот. Но они должны чередоваться. Один хоббыш, 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 хоббыш. Хоббыш, хоббыш, хоббыш. Не может быть, они за два программа, два программа, два программа, а это он, люди. Потому что это значит, что Луна там где-то задержалась. Где-то она там, значит, по другой какой-то страекторой там, где-то там, где-то там, где-то, где-то пятны умертвые. Вот так. А Луна это не делает ни разу. Да. Аня, ты описываешь немножко другой законы природы сейчас. Что было? Ну да, куда? Это было потом размещено. Это не… Этим не привяжем. Этим он не привяжем. Этим он не привяжем. Аня, понимаешь? Аня, понимаешь, как, Анька? Понимаешь, Анька, как в чем дело? Анька, ну, имеет смысл обсуждать реальные события. Ну, огромная база данных. В принципе, огромные собранные сведи. И медицинский, блин, факт, что такое не бывает. Это разного порядка вещи, пойми. Это хороший вопрос. я на самом деле не думал об этом. Но интуитивно ясно, что это разного порядка вещи. Есть вещи, которые… А есть вещи, которые… для нас очень важно, чтобы луна двигалась правильным способом. А так она умеет чаю попить. Нет. Для нас очень важно, чтобы она чаю пить не ходила. Понимаешь? Нет, у меня нет сейчас другого лучшего. Смотри, ведь тут тоже, это тоже, кому высказать, вот, пожалуйста, это раб Шмая, да, капитан Раб Шмая. Раб Шмая, это тоже, как бы, а, а, это, спокойно. Это, это, да, это не только конфликт. Нет, там все и дело, что конфликт должен быть между небесмысленными точками зрения. Одна из точек зрения, да, он, как бы, соответствует тем, кто в учреждении. В этот момент. А вторая точка зрения, действительно, всяко бывает. Ну, уже третью, мы сюда уже не пристроим, да, чтобы она одновременно, и как учебники физики, чтобы всяко было баба, вот так уже, так уже нельзя. Да, в самом деле, всегда эти конфликты разделяются, обычно, по-разному людям. Понимаете, о чём я говорю? Да, это, как бы, оформляется, прежде, нам, как любителям, нужно быть, не удерживаться. Это главное. Но, для, для них, как производители этого контента, как бы, и удобно разделять это, по, 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 Ну, что-то с того, да. Да, да. А, смотри, это, кстати, ответ на то, что ты сказал. А по другим не факт. Это может быть зазор. На один день может быть зазор. Потому что, опять же, потому что мы же говорим о точной фазе Луны, а наблюдаемая. Наблюдаемая фаза Луны отличается от точной. Еще раз. Сейчас я просто толкую об астрономических каких-то вещах, которые я буду закричивать, что говорили не с кем. Еще раз. Вы понимаете, что наблюдаемая фаза Луны отличается от фактической. Что то, что мы называем «рош-ходыш», это значит, что Луна показывается в качестве месяца ночью. Потому что днем мы ее не видим. Таким образом, вот эти вот половинки дня мы тупо не учитываем. Когда... Ну, и не можем учитывать, да. Но в месяце целое число дней, в любом случае должно быть целое число. А не дробное. Да? А на самом деле... А фазы Луны на самом деле... Они с днями никак не коррелируют. Да? Это независимое мнение, да? Потому что Луна вращается вокруг Земли, потому что Луна вращается вокруг своей оси, и это не коррелированный никак процесс. Да? Поэтому в одном обороте Луны вокруг Земли укладывается не целое число вращений Земли вокруг своей оси. То есть не целое число дней. В месяце не целое число дней. В астрономическом месяце, подчеркиваю, это важно понимать. Потому что мы будем об этом еще говорить. В астрономическом месяце не целое число дней. То есть также в астрономическом году не целое число дней. Нас-то никак не напрягает. Просто ставили каждый четвертый год. И так вот все идет. А каждый там сотый убрали. А каждый тысячный обратно ставили. Ну все, давай на то. Ну вот. Ну то есть мы можем как-то там регулировать. И то же самое с этим. Да, и Луны, и Солнечны тоже вообще никак. Они никак не взаимодействуют между собой, да? То есть они взаимодействуют, но очень-очень бесплатно. Луна, я имею ввиду Луна-Слава. Ну а прежде всего вращается вокруг Земли. А Земля прежде всего вокруг что? Все. Значит, нет никаких оснований считать, что эти вещи укладывают под руку целое число. Они нет. Поэтому в солнечном календаре, там, римского, они не настоящие, да? Они не соответствуют пазму. Даже наблюдают. А у нас кривые годы. Поэтому нужны лесопостные. Вот так вот. А мусульманы ничего вообще вообще не волнуют. Ну вот. Ну, грубо говоря, так не бывает, не выдержим пределы, мы выдержим за пределы астрономов. Луна не так вращается, то нужно округлять вверх, то вниз, то вниз, вот так вот она идет. Они специально говорят все здесь, что Роша Шанна и Супков, и Шивот, и Шивот не умеет падать ни на такую другую дату. Это то, что фиксируют те, кто входит в штраф Шмай. Это то, что фиксирует, кстати, наш календарь Тольф. Мы же всегда празднуем Шивот, Слава Богу, Шестого Силана, не Пятый, Седьмой. Так, поехали дальше. Да, дальше. Ну да. Вот, папа сказал, папа сказал, заплачу и умер. Да? Сынок наследует, значит, этого животу, например. Да, этого животу. Животам уже посвящен жертву. Ну, по-любому надо быть. Да? В смысле, он ничего другое сделает с ним, его заклинать. Заклинать. А о чем это может потерять? Не, не знаю, папа взял на себя какое-то обязательство, которое переходит в наследство. Некоторые обязательства переходят, некоторые нет. Но я предполагаю, что это данное обязательство перешло. Ну, теперь, как устроен дедлайн в отношении к сыну? Ну, вот. Ну, вот. В общем, то, под 먹ancy, но… я подниму, храм, в норму. Дело в том, что мы же учили это на основании нескольких разных стихов. У нас было много брать и разные стихи в них обыгрывали. Они говорят, а из какого стиха нам здесь нужно учить? Вот теперь сынок получил наследство. В числе наследства у него священная корова. Ну, слушай, священная жертва. А прошло там сколько-то там, не знаю. Один праздник уже прошел, там два. И теперь что ему делать? Ближайший праздник Волоши ее в храмы приносить быстро? Или нет? Обязанность на нее перенести у него все равно есть. Может куда же он ее тянет? Вот. А вот вопрос, обязанность перенести вовремя, он остается или нет? Да, не знаю, а вот вопрос. Ты прошла, а не перевела? Если мы учим у стиха Китидор Недер, если ты дал обед, не опоздай своего выпуска. Так и сын никакого обеда не давал, на него это правило не остается никак вообще. Сейчас обязательство может быть приходит. Ну, там иногда приходит на место, допустим, переходит. А обязательство выполнит срок у папы. Он говорит, за это того, как у стиха мы учим. Если учим из этого стиха, то будет как нет. Потому что он-то никаких обедов не давал. Знаешь, если мы считаем... Сразу же тоже можно обсуждать. Если мы считаем, что обязанность выплатить в срок, не просто выплатить, а выплатить в срок, зависит от того, что ты, от твоей воли, которую ты проявил, когда давал этот обед, что ты проявил, что ты проявил, что ты проявил. В принципе, он должен когда-то это правило привести. Правильно, потому что, опять, делать у них не что-то нечего. Ей нельзя, когда-нибудь ходить в другую волну. Но должен ли он торопиться? Вот завтра у нас сухой. А два праздника уже прошли. И что ему? Прямо вот сейчас хватать хорову, охапку и... Ну, там, сломя Богу неизвестно как. Конечно. А поскольку мы привлекали нескольких стихов, то у нас есть выбор. А выбор был. Не знаю, что делать. Да, совершенно верно. О, дильма или же... Ну ладно, ну ладно. И придете туда, и принесете туда? Нет. Бата... Ну, неважно. Это тоже не так. Я думаю, что там не в этом дело. А дело в том, что там связаны вот этим вот Батом и Эрвейтом. Что эти праздники, они тоже считают как бы из-за этого сихотого. Там в какой-нибудь праздник у нас конкурировалось. И тогда это завязано не на дающего объекта, а на физически исполняющего этот объект. Да? И тогда получается, что к нему по наследству приходит не только корова, и обязанность ее принести. Но и те два праздника, которые папаша раздолбай, пропустил. Да, 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 да. Потому что там это завязано не на человека, давшего обед, а на физическое прохождение праздников. Это все говорится про Батом Шау и Эрвейтом Шау. Это тоже говорится про праздник. И придешь туда в Зусам, и принесешь туда это все. Ну ты что, давай я, давай мы сделаем проще. Довязано на давание обеда. Там это по-другому связано. Там это учится по-другому. Скажите мне стиль. Второй из них. Дворим Ютбэ. Мне интересно сейчас Дворим Ютбэ. Подожди секунду. Татьяну мэ. Татьяну мэ. Элле опуты? Элле опуты им эшер тишемерону לעсот в обеда, Эшем troбит ка, эшем трёхуле и обеда, Ээшем трёхуле и ребятах. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Женщины выпадают откуда-то, но за праздничным столом они, грубо говоря, сидят. И теперь вопрос. Как бы... С одной стороны, странно было бы на нее решить какие-то обязанности, связанные с половиной, если она не обязана совершать столбу. А с другой стороны, если она по факту присутствует на празднице, то вроде как она и совершает это. То есть это не полноценная половина, что получается. Она реального восхождения к храму и принесения обязательных обязанностей она не делает. Но присутствует она как присутствует. И вот, поэтому теперь вопрос. Если она не обязана как бы вот всего этого, то может быть и те обязательства мы на нее тоже не повесим? А с другой стороны, если она приходит, то может заодно и повесится? Бай, так же. Ага. Клей. В смысле... Эпок это вытекает. А давайте-ка выведем это из того, что она таки да присутствует на празднице. Умии? Нет. Умии это парамейский письмо. А разве? Нет. Потому что, смотри, когда они говорят, «Миямар Абай Гахи», это значит, что они нашли какое-то высказывание об Айе, которое вы творите. Как же мог сказать «Абай Гахи», если он говорит «Абай Гахи» вот так? Да. 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 Шаба Аравы Самхат – это как бы обязанность радости, в том числе и радости жены, это же там уже. Ну, значит, у нее вообще никакие обязанности. Значит, у нее праздник – это, ну, со одной стороны, довольно много упорки перед и довольно много музея посуды после. Вот. Но это не обязанности, подчеркиваю. Это, ну, так сказать, бытовые какие-то вещи. Это для меня не здорово не говорит, там, полой пол перед, посуду после. Там не написано все равно что-то такое. Вот. Поэтому заповеди. Это считаться не может. Ну, извините, дамы, я... Сейчас-то не я придумал, да. Поэтому, значит, на самом деле мы можем считать, что у женщин вообще нет никаких обязанностей, связанных с правильным. Ну, то он должен не делать того, чтобы никому не заделать, так? Вообще никаких. Вот. Аня, вот теперь ты знаешь, да? Насчет жизни с этим. Значит, нет обязанностей, да, она может очень... Она может много готовить, много убирать, а что-то так далее. Но это не обязанность. Это надо от сама до своей делать. Вот. А все обязанности, все настоящее обязанность, серьезно, да, которое нужно выполнять правильно, и все там нужно. И получается, что вроде так... Запретительный, да, но запретительный, ладно, мы же не про нища. Мы же про то, что... Удивительный, что там где-то вот стоит какой-то дзайцел и говорит, как бы, вот, настал праздник, ты должен тот и тот и тот и еще раз дзипать. Существует... Существует... А бедный, да? А у женщины это, взятого мужчины. Поэтому, получается, конфликт как-то, да? Он говорит... Получается, что Абайев вроде говорит, что она... Участвует в этой, так сказать, праздничной радости и сеглах. Ну, сам же Абайев другой своей рукой там, в другом-другом месте. Это не обязанность женщинам, это обязанность мужам. И тогда мы не можем на женщину повесить этот бальта-эр, потому что у него нету этого... Этой совести, вот этого куска совести, который заведует праздник, ее просто нет. Ну, стойте, троидание, я имею в виду. Давай этот разведник. Ещё что-то? Прямо... Последнее, это... Это... Да, что-то непонятно такое слово здесь. Ну, что, согласно... Да. Сказал он. В смысле, что первое его высказание, первое есть приведенное в жизнь. Он так не думает. Он сам думает, что Бааламе Самхан. У женщины нет обязанности в церковной церкви. Но он говорит, раз ты, Равзеев, так ставишь вопрос, как мы будем думать, что женщина относится к этому опозданию. Либо... И как... Почему мы... Почему у нас... Непонятно. Непонятно у нас вот почему. Потому что, с одной стороны, у нее вроде нет позитивного даблица. А с другой стороны, вроде бы как, она там давно гуляться. А Бае говорит ему... Я, кажется, заканчивать хотел. Нет, мы маленькую субью еще и выучим. У нас есть 10 минут, мы выучим. А... А... Я могу сам сейчас... Значит... Значит... Он говорит... Если ты так ставишь вопрос, говорит ему Абае, да? Если ты, Равзейра, так ставишь вопрос... Кстати, встречались ли они? Я, честно говоря, искренне сомневаюсь. Потому что Равзейр эмигрировал еще при... При... Чуть ли не при предпредыдущем поколении. Мы никогда не встречались. Вот. Не могли здесь. Эээ... Эээ... Значит так. Чего готов? Что... Абае говорит ему... Раз ты Равзейру так ставишь вопрос, то я бы ее выбрал. Посли. Так что... Раз уж она на празднике есть, то давай на нее заобновешиваем этот... Равзейр... Теперь говорят, ну как же, ведь Равзейр не верит, что она должна быть на празднике. Он верит, что это обязанность ее мужа, как бы, это... Обеспечивать ей правильность. Он говорит, правильно. Абае сам так не думает. Но раз уж Равзейр так поставил вопрос, абае ему сказал, как он бы выбрал, если бы думал так. Я понимаю, что это немножко сложно, но... Ну... Но там вот так думает всегда. Эээ... И как... Ни с ее сашами суромахатами. Эээ... Эээ... Давайте я быстренько... Быстренько следующий маленький произведу и... И... Вопрос. Так, по ходу пьесы, по поводу того, что у нас там где-то упоминался первый дискатарк, его надо принести в сечение года. Он говорит, начиная с откуда меряется Новый год. Это конец года, а не начало. Абая говорит с того момента, как он родился. Абая говорит с того момента, как он будет пригоден к гаджетоприношению. Потому что мы же верим в год для принесения в жертву. Первые вот эти годы не будут. Не будем считать. Не помню, но можно посмотреть, что-нибудь пишет. Лаплигай. Лаплигай. В Лаплигай. А оказывается, это в Уфе даже и не разница. Пожалуйста. Ну ты, наверное, по именам-то знаешь, что это? Если не знаешь. Если не знаешь, то ты, наверное, плохая хозяйка. А если знаешь, то ты, знаешь, рожал это обстоятельство. Ну я не знаю. Какие добрые люди. Обязано знать. Ничего не знаю. Обязано знать. Обязано знать, что это обстоятельство. Если сосать, то тебя лишат там всех людьми отправят. Не знают. Не знают. Не знают. Если это обстоятельство будет. Что расскажут. Если знаешь, то ты не знаешь. Потом. Вот. Лаплигай. А оказывается, это вовсе не разница. Хабетан. Хабетан. Хабетан альмун. Он говорит, то, где говорится про принесение в жертву, что в того момента, как он будет принесением в жертву, это про жглотки без порога. Годится в принципе уже. В зеркальном экране у меня идет зеркальное, а в этом экране там будет здорово. Там не зеркальное изображение. Он меня как-то странно видит, да? Он говорит, что тот, который... Тот, кто сказал Мишаа, что не родили овца, имел в виду, да? И с того момента, как он возил в жертву, имел в виду, что животное вообще родное в жертву. То есть без изъянов. А тот, который считает, считает целый год, это... Это животное, которое нельзя принести. Сначала, да. Сначала старайтесь. Да, ну... Это потому что... Ну, я думаю... В моменте еще как бы... Пойдем, что на агуроу или так. Умени, но... Мишен и лады. Да. 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 Он как бы... Его же не долго принести в жертву, что Куэну отдать надо. Он же, помимо прочего, не труд. Ну, так вот, Куэну ему отдать надо, вообще не будет. Сейчас. Все. Мы делаем. Что мы делаем с Бако? Что мы делаем? Ничего. Мы отдаем ему Куэну. Что делает Куэну? Либо съедает. Если она нет, то он поломанный. Ему приносит жертву. То есть он целит. А-а-а. Поэтому он нравится. А-а-а. Суббол, да. Вот. Поэтому он говорит, что, если он поломанный, то нет никакого смысла ждать эту неделю. Он за неделю не сживет ничего. Когда свадьи не сживет. Свадьи тоже не будет. Вот. Э-э-э. Как бы... И... Мы сразу начинаем считать тогда. Тогда этот год с момента рождения нам дает. И остается на то, что мы его отдали куэну. А если вроде же он целеньким, остался целеньким, то, конечно, надо считать с того момента. Но он может быть теоретически принят в жертву. И от этого момента мы читаем год. И тогда даем Куэну. Поэтому было клопление. И когда он был, то, что он был? Или ну ничего не хотел. Не было. Угу. 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 А разве, говорит, порочное, ущербное животное можно сразу съесть? И вот Раши здесь объясняет, смотрите. Нигде не нашел. Сейчас Раши прочитаем, но будет видно. Бойем шенулат. Бойем шенулат. Можно ли его, разве можно его съесть в этот самый день, когда он родился? Да? Принести уже точно нельзя, да? Если он, и даже если он не порой, не надо подождать. Теоретически животное, вообще животное, любое, любое животное, которое родилось, можно теоретически хоть сразу. Прямо с этой самой мамы на сковороде. Раши. Да, ну это даже с киты не надо делать. А Раши, он все-таки надо с китой. Вот. Бойем шенулат. Дима Нефилгу. Боин шкита метагарту, ад ший, гизгэ шмона ярин. Дошув нафакле, меклэйл нефил. Детагия, бешаббат, раба шаман, шаман. Бой, шишага шлюшим йон ба адам, айно нефиль. Бой, бима шмона ярин. Он говорит, мы не можем овос есть то, что дим. Он говорит, вдруг он не китус. Духой он не жижит неспособен. Если он не жижит неспособен, то он трефан. Мы его здесь не можем. Селедовать, но надо подождать определенный срок. То же самое происходит и с человеком, да, когда выход из-за первого, обозначая, по сути дела, тот факт, что он выжил. Третий день, это значит, что он дальше уже, ну, может заболеть и умереть на 31-й, но, как бы, но это значит, что изначально он был уже жизнеспособен. То же самое проживотное. Если оно прожило 8 дней, то это значит, что оно изначально было жизнеспособным. Постфактум, как бы, ну, мы его не можем съесть с задним числом, да, и его обратно перенестись, как бы, в первый день, если есть его там. Можем съесть его только начиная с восьмого и дальше. Значит, там тоже нужно отсчитывать эту идею с восьмого. То есть непонятно, почему мы отсчитываем с первого. Это трактат и шаббат, например, да, это все есть. Он говорит, это в том случае, если ему, он точно знает, что он, что ему, он может полагаться на то, что беременность была полноценной. Каму-ля-хо-да-шаб, в смысле, что прошло нужное число, нужное число месяцев беременности. А тогда он считается, априорно считается жизнеспособным. Нет, сразу. Да, да, совершенно верно, это бывает с вами не доверяем. Поэтому мы обычно должны подождать. Но что это такое? Давай я лучше человеку расскажу. Что это? Человеку мне проще. Потому что ему, хозяину, известно, точно известно, что закончились все месяцы беременны. Ответ ни на что, это, говорится, это не только новое, в каком смысле новое сообщение. То есть, если мы знаем точно, на входе знаем, мы сделали ему УЗИ, мы сделали ему, как, все анализы, мы точно знаем, что рожден, детеныш, жизнеспособен. Нет, подожди, подожди, давай мы не про парад. Давай мы на уровне современных. Мы, вот родился Телевон, мы сделали ему МРА, сети и анализы. И, правильно, нет, у него нет никаких причин помереть ближайшее, что это будет решено. Значит, что? Значит, мы можем устремиться от Адона? Он не МРА, он полноценный, полноценный, жизнеспособный животный. Теперь, 2000 назад не было МРА, но была хазака, так сказать, да, была призумность, что животное, которое полностью дорожное, и человек, понимаешь, непременно выживет. И если оно не выжило, то это, значит, будет там у каких-то университетов. Оно уже жизнеспособное, уже, в тот момент, когда родил родил, да? И если мы точно знаем, когда оно было, зачем? Я вот не помню, сколько там беременности, а овец проходит, но про людей я как раз страшил. У них считалось, что если человек, кто нужен, полные 9 месяцев, он не беспокоит. Если полные 7, он опять жизнеспособный. А вот если в Бузин, тогда там нет. Они в том числе учатые сбудут, да. Да, значит, тета там, да, с греческой. Вот. Значит, вот. Ну вот. Поэтому, если мы точно знаем срок за часы, не помесячно, а точный. Да? А хороший хозяин часто знают. Он сам спаривал эту овцу-то с бараном сам. Вот. И он знает точно столько за часы. Значит, он точно знает, да, полностью она доносная или нет. Ну, тогда можно сразу кататься. Да, и тогда можно считать с первой. Да, выключаем. Все, всем спасибо, все свободны. Спасибо большое.